Смотреть старые советские фильмы, детские фильмы. Недавно открыл для себя фильм «Белый клык» потрясающий, снятый в военное время. Потрясающий фильм. Максимка, который раскрашен, был черно-белый, видимо. Ну, потому что дети, я с детьми смотрю фильмы эти. Вообще, вот советские фильмы, я их еще полюбил и оценил еще больше за их профессионализм. Там потрясающие операторы, планы. Фильмы снимались неспешно. Были эти очень жесткие худсоветы. Сценарии выверены просто до абсолютизма. Просто упиваюсь. Из литературы люблю дуалитационную литературу, потому что литература – это как машина времени. Ты с помощью описаний, диалогов. Ты переносишься в то время и понимаешь, как люди жили. И мне кажется, что будущее России в ее прошлом. Надо изучать прошлое России, как эта страна создалась, самая большая территория. А не изучать китайский, искать немецкий, японский, американский способы существования. Изучать Россию, страну свою. Как она получилась и как мы ее чуть не потеряли, не угробили. Вот это надо учить. И литература, искусство – это машина времени и есть. Когда смотришь картины, переносишься в то время, где ты не жил. Особенно литературу, обожаю. Гаршин, такие неизвестные писатели. Гарин Михайловский, эти диалоги, описания. И Тургенев тоже потрясающе. А кино советское, советское малоизвестное. Малоизвестное. Например, «Крепкий орешек» фильм открыл. Мы с сыном смотрели. Никто не знает, есть американский «Крепкий орешек». У нас есть фильм, снятый в годы войны. Потрясающе. И с юмором. Просто удовольствие невероятное.